Президент Египта Мухаммед Мурси отправил в отставку министра обороны и экс-главу высшего военного совета, а также начальника генштаба. Теперь Хусейн Тантави и Сами Анан займут должности советников президента. Известны имена их преемников. Кроме того, Мурси отменил внесенные в конституционную декларацию поправки, которые ограничивают его полномочия. Наблюдатели отмечают, что уволенные военные сыграли ключевую роль в революционных событиях Египта прошлого года. Военный совет управлял страной после свержения президента Хозни Мубарака и до избрания на пост главы государства Мухаммеда Мурси. Решение президента эксперты рассматривают как завершение двоевластия и полное окончание переходного периода в Египте. «Перестановки в высшем военном руководстве не направлены против кого-либо лично и не имеют целью оскорбить или ослабить какую-либо государственную структуру. Я принял такое решение в интересах всей страны и всего народа. Я благодарю наших братьев и сыновей, наших военных, достойно служивших в стране. И призываю всех сосредоточиться на защите Египта». Указ Мухаммеда Мурси поддержало большинство политических партий и общественных деятелей. Отставкой главы военного совета довольны и рядовые египтяне. Тысячи жителей страны вышли на митинг на площадь Тахрир в центре Каира. Другая часть граждан не согласна с перестановками. Многие уверены, что Мурси превысил свои полномочия. «Президент Мурси сделал правильный шаг. Мы полностью одобряем его. Глава государства должен владеть всеми полномочиями. Власть не должна быть разделена между президентом и военными. Решение президента Мурси незаконное. Он превысил свой мандат, отменил поправки в конституционную декларацию. Мы не поддерживаем этот шаг».